Представляет вам главное событие сегодняшнего вечера Трёхраундовый бой по МВА в синьшотом фесе Представляю вам судейский корпус Супервайзер из Великобритании Ник Уайлдмен Судьи у ринга Геннадий Суев, Игорь Тимидов, Александр Андрей Ваш судья-хронометрист Павел Кузнецов И с ударом Гонга Ваш рефери в ринге из Великобритании Грэн Уотерман Итак, дамы и господа На трибунах И миллионы фанатов боёв во всём мире С малой спортивной арены лучники города Москвы В прямом эфире на телеканале Россия-2 Эфическая битва чемпионов Легенда Представляю вам соперника и первые бойца в синем углу ринга Его 39 лет, рост 195 сантиметров вес, 154,6 килограмма Профессиональный рекорд, 28 боёв, 11 побед, включая 8 побед нокаутом Шестнадцать поражений при одной нищей Чемпион IWGP в тяжёлом весе Чемпион K1 World Grand Prix 2005 Участник турниров Crying FC, Strike Force E3 Представляющий Team Beast из Сиэтла, Волшингтон, Соединённые Штаты Америки Кабы и 2012 Здоровья, приветствуйте! Порт Санкутин Санкутин И его соперник к Красному Гулу Ему 31 год, рост 193 см, вес 121,3 кг, профессиональный рекорд, 27 боев, 21 победа, включая 13 побед, нокаутом 5, сдачи 3, решением 6 поражений, трехкратный чемпион мира по боевому самбо, пятикратный чемпион России по боевому самбо, участник и победитель турниров Прайм, Бодок Файм и М1. Дамы и господа, представляющие команду АГТИМ из Москвы, Россия, встречайте Александр Емельяненко! Дождались возвращения Александра Емельяненко, именно под такой вывеской будет проходить этот бой с боевым сапом. Вопрос по выбору соперников все-таки это больше к организаторам, но возвращение Александра это само по себе событие, на которое стоило бы прийти. Бобса, человек, который ничего не выигрывал с 2010 года, высший американский футболист. Это понятно, что были бои с Нагейрой, были бои с Эрнастом Хустом. Было, 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 было. С чем подошел сейчас? Мотивация должна быть. Если он сейчас сумеет справиться с Александром Емельяненко, ну честь ему и хвала. Верю я в это лично или нет? Лично я не очень в это верю. Александр Емельяненко. После всех историй, предшествовавших его уходу из большого спорта, сейчас Александр в версии 2.0 должен показывать бой, должен показывать результат. Вне всякого сомнения, мы ждем от Александра только победы. Сап побежал охотиться куда-то в направлении ног. И все-таки, несмотря на все расклады, 154 килограмма, это 154 килограмма. Что-то достаточно в партере попросту лечь сверху. Александр безусловно его превосходит в ударной технике, уступая в весе залпа, но при этом по Сапуще надо попасть. Я думаю, что попадет рано или поздно. Вопрос когда, в каком раунде это случится. Формат 3 по 5. Сап довольно уверенно огрызается, ушел в защиту. Допивание, в принципе, спасительная защита, все, можно останавливать гой. Да. Ну, как-то все. Те, кто говорили, что поединок закончится примерно так, были, в общем-то, наверное, правы. Очень обидно. Легкое недоумение. Возвращение и реванши это то, на что приходит всегда и с удовольствием. Считать подобное поединок возвращением с точки зрения де-юреда, де-факто. Судите сами, дорогие друзья. Здесь по-другому не скажешь. Боб Сап упал. Не сказать прям под градом каких чудовищных ударов Александр по нему попал. Это будет видно. Но как-то уж очень быстро. По совести сказать, ожидал где-то ближе ко второму раунду. Победа есть победа, конечно. В рекорд запишут победу. Победу над Бобом Сапом. Но этот поединок, который, конечно, мы ждали, что он будет более чем упорным или хотя бы с какой-то стороны упорным, он таким не явился. Жаль. Сейчас награждение. Пётр Емельяненко. Его пригласят на награждение или нет? Итак, время остановки боя. Минута и тренинг за секунду первого раунда. Центрический нокаут добивает победа биржау Александр Емельяненко. Каково? Первый раунд победа и возвращения Александра Емельяненко. Ожидаемо? Ну, пожалуй, ожидаемо. Вообще весь турнир получился, конечно, загляденье. Победа за Бита Санетова на Аквадром Харе. Это вообще шедевр. Первым чемпионом четвёрки легенды теперь является...